здравствуйте с вами астрологи рамана татьяна и в этом выпуске я хочу рассказать об астрологическом прогнозе на июнь уважаемые весы у вас может быть очень насыщенная этот июнь а может он вас и крайне разочаровать и это все зависит от того что вы ставите какие вы цели ставите на этот месяц заметьте что в самом начале июня юпитер разворачивается в вашем знаке для вас это конечно не новость что юпитер находится в вашем первом доме однако для вас может стать новостью том что она не выполняла на протяжении первого полугода нахождения в вашем знаке своих обещаний вы были постоянно чем-то обнадежены верили что вот-вот схватите свою удачу за хвост но это очень быстро ускользало от вас и наконец-то большой благодетель и не менее большой обманщик юпитер становится на путь праведный и начинает вести честную игру по отношению к вам именно с этим связано мои предположения о том что у вас многое может получиться в этом июне заметьте что ваш управитель венера также в прекрасном расположении она в тельце что должно вас радовать очень сильно ведь когда нашему управителю хорошо то и нам в общем-то достаточно тоже неплохо тем более что в земном знаке венера обязывает вас заниматься делами практическими приносящими пользу здесь и сейчас так что июнь стоит посвятить заработку расширению своего влияния охране своего имущества и покупки нового если такие планы и такая возможность есть особенно активным будет период с 6 по 11 июня в это время у вас огромное количество личных сил очень много энергии и вы с азартом включены в работу созидание чего-то своего вообще собственность эта тема месяца быть может вам уже давно надоело на кого-то трудиться быть может вы думаете о собственном деле обязательно присмотритесь к июню как периоду которым ваше начинание имеет долгосрочный эффект я сейчас говорил о собственности не в плане недвижимости не в этом дело а дело в том что он что-то свое что-то ваше индивидуальное тут важно это может быть история про то что у вас есть какой-то план какой-то проект который вы хотите реализовать и ради этого вы хотите уйти с работы или у вас там есть какое-то хобби ну вот которая на которой требуется время и вы его никак не можете выкроить ну потому что у вас много дел совместных так вот как раз июня он предоставит вам подобную возможность и он возбудит вас вот это вот желание чему-то собственному посвятить время для переговоров без уступок и компромиссов не характерная для вас вот ситуация без уступок и компромиссов но это вполне себе допустимо в июне подойдет именно период такой с 20 с 20 по 25 июня в эти дни вы особенно полны решимости оставить свои интересы вас даже проснется чувство такого захватчика но умеренность это все-таки территория на которой вы наиболее гармонично эффективны так что берите только то что действительно стало вашим остальное пост останется вне вашего внимания личная жизнь может слегка разочаровать вас в июне хотя вы уже привыкли к бурям на личном фронте и к собственному такому внутреннему конфликту которых пока венера вовне было это все было для вас очевидно и все-таки вы хотите баланс и гармонии но вашу личную жизнь эти два понятия возвращаются очень медленно и вот те отношения которые теплились только как бы на вашем энтузиазме вполне могут вполне может это этот июнь и добить если можно так сказать то лучшим временем вообще для расставания в июне будет период с первого по третье число из 24 по 28 в последней части июня отношения будут держаться только на открытом диалоге то есть если он есть то вы сможете продолжить отношения а если его нет несмотря на все ваши старания он так и не появился то не стоит эти отношения удерживать они вам в будущем не принесут ни счастья ни радости кстати для одиноких весов напротив июнь может стать прекрасным временем для создания отношений этот месяц благоприятствовать новому вашей жизни только что вошедшему как так что разбитые сердце вы сумеете быстро залечить новым интересным спутником и качественным диалогом не берите на себя труд обвинять себя же в ветрености в том что вы ищите свою половинку в принципе нет ничего плохого и в вашем случае это говорит только о том что вы по большому счету понимаете основные свои ценности ну вот такой будет для вас интересный июнь его по большому счету вы можете провести ничего не делая и тогда это будет просто пустой месяц а можете здесь развернуть бурную деятельность но такую с уклоном на индивидуальную деятельность да то есть больше про себя о себе и с собой и если вы выберете такую стратегию то скорее всего июнь будет очень и очень для вас благоприятно хотя не обойдется как вы уже поняли без расставаний и проблем в личной жизни вы знаете все что не происходит то к лучшему я вам желаю чтобы несмотря на все сложности этого периода если с таковыми вы встретитесь вы не теряли радости оптимизма и чувство внутренней гармонии удачи вам и до свидания и и Субтитры сделал DimaTorzok